Энтони Джошуа может дебютировать на американском ринге уже нынешним летом в бою против Джарелла Миллера. Джошуа накануне посетил поединок Сауля Альвареса и Рокки Филдинга в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден. Боксеру так понравилась атмосфера на арене, что он всерьез рассматривает возможность выступить в мекке профессионального бокса. Различные источники указывают на такой вариант, что поединок Джошуа Миллер может состояться в июне следующего года на Мэдисон Сквер Гарден. Изначально следующий поединок Джошуа был запланирован на 13 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли, но промоутер Эдди Хирн может выставить на эту дату и место мегафайт между Кэллом Бруком и Амиром Ханом. Бернард Хопкин заявил о том, что Сауль Альварес вполне возможно останется в супе в средней весовой категории. Сам Канело не говорил мне, что собирается остаться в супе в среднем весе, но за него говорит его тело. «Он показал, что ему комфортно в этом весовой категории. Я не видел ни одной унции жира. Увидел лишь, что Сауль стал сильнее, стал более расслабленным, и в каждом раунде он был только мощнее. Рокки выдержал удары в начале поединка, но когда ты высокий боксер и пропускаешь удары такого плана, то твое поражение – это просто вопрос времени». Известный украинский боксер Василий Ломаченко назвал свой самый сложный бой. Василий заявил, что самым сложным оппонентом для него стал Арландо Солида из-за того, что он проиграл ему. «Это был бой против Солида, наверное, потому что у меня было поражение от него. Но это не значит, что физически это был самый сложный бой. Этот поединок был тяжелым психологически», – сказал Василий. Также Анатолий Ломаченко стал лучшим тренером 2018 года по версии американского издания Sport Illustrate. А абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проиграл борьбу за звание лучшего спортсмена года в мире по версии BBC. Победителем номинации стал гольфист Франческо Малинари, который в 2018 году стал первым итальянцем, который выиграл Open Championship и в составе сборной Европы обыграл США. Напомню, Усик стал боксером года по версии Sport Illustrate. Временный чемпион WBC в среднем весе Джермал Чарло в следующем бою встретится с Матвеем Коробовым. Об этом объявил официальный сайт Всемирного боксерского совета WBC. Поединок Чарла Коробов состоится 22 декабря на арене Берклэйс Центр в Нью-Йорке. В США этот вечер в рамках проекта «Премьер боксинг чемпионс» покажет телеканал Fox. В журнале западного издания Ring Magazine Майкл Монтеро критически прокомментировал обладанием Саулем Альваресом мировых титулов в трех весовых категориях. Да, я совершенно согласен, все три титула в трех дивизионах – полная чушь. Филдинг обладал частью титулов в относительно слабом дивизионе. В супе в среднем весе нет полноправного чемпиона, только держатели титулов. Канадский боксер первого полусреднего веса Матин Жермен отказался от боя с казахстанцем Батыром Джукинбаевым. Об этом заявила журналистка ТВА Спорт Нэнси Аудит. Фанаты будут разочарованы, но Жермен не встретится с Джукинбаевым. Команда Жермена получила более интересное предложение на бой в конце января. Официальный анонс сделают во вторник. Американский боец смешанного стиля Кевин Ли ответил Хабибу Нурмагомедову. После поражения Кевина на турнире UFC on Fox 31, Хабиб поставил послание в своем твиттере, в котором порекомендовал ему оставаться скромным. Ли ответил Нурмагомедову. «Я победил и расизм, систему, нищету и каждого, кто хочет видеть, как я проигрываю. Нахер скромность!» – написал Кевин. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok